Информация о взрыве на железнодорожной станции в городе Купенск в соцсетях появилась в ночь с 6 на 7 октября. В сообщениях говорилось, что местные жители услышали громкий хлопок около 9 вечера. На возможное место взрыва сразу же выехала оперативно-следственная группа и взрывотехники. После проверки территории станции Купенск-Узловой, говорят в областной прокуратуре, выяснилось, что неизвестные пытались подорвать цистерну с топливом. По предварительным данным экспертов взрывотехников, под цистерной была заложена диверсионная магнитная мина СПМ. Эта цистерна была приедена к потягу, который могла в ближайшее время направиться к Луганской области. Выбух, можно сказать, не удался, потому что разлива палива не было. Так, действительно, цистерна была немного повреждена, но, на нашу думку, те, кто совершил этот злочин, своей меты не достигли. Расследованием данного происшествия занимается Служба безопасности Украины. По факту, открыто уголовное производство по статье «Покушение на диверсию». Еще одно ЧП на Харьковщине уже в Волчанске случилось сегодня рано утром. Там предварительно из гранатомета был расстрелян жилой дом. По информации Главного управления МВД в Харьковской области, на месте происшествия были найдены фрагменты реактивного инженерного боеприпаса. Он взорвался внутри дома, повредив окно и потолок. Надошло поведомление жительства города Волчанск про то, что о 5-й годы, 7-го жовтня 2015-го року, с его слов, неведомая особа, ему верно, сделала пострел с гранатомета по его домовладению, в котором он мешает, со своей семьей. В данный момент устанавливаются все подробности происшествия. Также назначен ряд экспертиз для того, чтобы установить, из какого именно оружия был расстрелян жилой дом. Событие внесено в единый реестр досудебных расследований по статье «Покушение на убийство». Виновнику грозит до 15 лет лишения свободы. Лариса Говина, Владимир Борох, Агентство телевидения Новости.